В журнале «Искусство без границ», виртуальный журнал, который я создал, здесь была опубликована замечательная заметка одной актрисы. Но заметка не о театре, заметка о божественных всяких вещах. Вот и напишет, я пишу фрагмент отсюда. Но, конечно, я не согласен был со многими вещами, поэтому пришлось мне выступить со своим эссе. Но вот с чем же был не согласен, прочтем фрагмент. «Но вы несчастливы вполне, потому что у вас сердце болит за боль, которую испытывают люди, за зло, которое они совершают, вообще за то, что земля проклятая. Дьявол получил право на этот мир, и много людей идёт в ад. И заметьте, не потому что они плохие люди, а потому что быть достойным Бога теперь невозможно, потому что Адам и Ева выбрали плод познания добра и зла, и у них появился выбор совершать зло, и они его сразу совершили, обидели Бога, сказали, что Он один во всём виноват, и не захотели попросить прощения, и были изгнаны из рая на землю, от Бога подальше, потому что Бог не может быть рядом с грешником, грешник просто умрёт, если Бог окажется с ним, лицом к лицу, такова его природа. И Бог в своей природе не может быть виноват, так же, как мы, в своей. Из-за всей этой истории все, кто рождается на земле, наследуют даже грехи родителей. И потому никто не может быть достойным Бога. Правда, дети, которые умирают раньше, чем наступает их возраст ответственности, идут в рай автоматически. А некоторые люди, кто никогда не слышал о Христе, могут попасть на небеса, если чиста их совесть. Но, во-первых, таких мало. А, во-вторых, тех, кто не слышал о Христе, почти нет. Из-за плода всё началось, помните. Вот по этому поводу написал эссе. Картина проклятия земли, проклятости земли неприемлема. Наоборот, это райское место. Я совершенно не понимаю этой нарисованной картины. Как это может быть, чтобы земля проклята, и дьявол получил права на этот мир? Зачем это Создателям? Совершенно ни к чему. Он этого не мог допустить никогда. Всесильный Бог не может отдать бразды правления никому, кроме как доброте и любви. Картина проклятости земли неприемлема. Бог создал совершенный прекрасный мир. И в совершенном мире нет вообще места. Никакому дьяволу его нет и не может быть. Роль дьявола играют ошибки людские. А вот ошибки Бог допускает. И как бы он мог их не допускать, если он дал свободу познания и выбора? У него не было варианта не допустить. Этой свободы выбора и права на ошибки, так как без выбора поступать согласно своей воле, люди не были бы тогда подобием Бога. Они ничуть не обидели Бога, куснув яблоко познания. Если бы они не откусили от яблока, они бы не были людьми в полном понимании этого слова. Это было бы запрограммировано Богом вкусить познание. Иначе бы это были бездумные, жалкие существа. Это были бы инвалиды. Грех – это ошибочный путь, и он исправляется в милосердии Бога. В грехах признаются, грехи прощаются милосердно, и путь человека исправляется. Это путь совершенствования. Это естественный путь. Так мы что-нибудь сделаем в детстве, а мама говорит, ну ничего, ничего страшного, вот так мы все исправим. Ты испачкал штанишки, ну сейчас мы их постираем. Ты испачкал рубашку, ну ничего, сейчас мы и этот пятнышко отстираем. А пока динь другую рубашку. Это естественный путь, не стоит его бояться. Бог учит нас прощать других, давая понять, что и мы будем прощены. Более того, блудный сын дороже праведного. Милосердие Бога, конечно, позволяет грешнику всегда предстать перед Богом и просить прощения, и быть прощенным. Конечно, некоторые по глупости думают, ах, на грешу побольше. Испытаю от него блаженство, от греха, а потом за все вымоля прощения. Разумеется. За кажущимся блаженством греха в тот час наступает его истинное лицо страданий. От излишков еды – ожирение и скорая смерть. От излишков богатств – переживания его сохранить. От излишков любовных побед – равное число поражений. Так как новые победы означают новые разлуки, которые не переносят сердце и черствеют, и разбиваются, и так далее. Зачем он пошел на крест? Ну, во-первых, он не пошел, а его повели. Повели ошибающиеся церковники, книжники и фарисеи. Во-вторых, он этим показал, что и нас поведут. И не стоит этого бояться, так как это все тщета. И истина, и любовь все равно восторжествуют. И они бессмертны. И это равноубедительно и для верующего, и для атеиста. Для верующего они восторжествуют. Ну, потому что так должно быть в совершенном мире Создателя. А для атеиста истинная любовь восторжествует. Потому что это эволюционно единственная дорога жизни. По этому поводу мне актриса написала, я принимаю вашу точку зрения именно как вашу. Как всегда, благодарю за интересное мнение и его аргументацию. Общение с вами – это просто праздник. Ну, то есть актриса принимает, но не соглашается со мной, что дьявола нет. Значит, она живет в мире, где царствует дьявол. А это очень нежное существо, это актриса. Я читал ее публикации, у нее очень нежные тексты. Она очень нежно относится к миру. И мне жалко, что это существо относится, живет в этом придуманном страшном мире. Поэтому я написал, Екатерина, Евтух, чем же вас не устраивает точка зрения, что дьявола нет? В чем же ваши сомнения? Неужели вам охота жить в мире, где ему что-то дано на откуп? За что же суровый такой бог? Что же это за суровый такой бог, что отдал землю дьяволу? Почему вас не устраивает милосердный бог, что отдал землю людям, которые столько успокоят свою меркантильность, тот час и заживут счастливо? Интересно, в чем у вас сомнения? Если то, что Христос изгонял бесов из кого-то, то достаточно думать, что он изгонял заблуждения, которые опьяняют душу человека. И, конечно, он нуждается тогда в лечении. Да какая нужда? Дать возможность вообще существовать бесу, да еще не дай Бог всесильному, с которым слабому человеку не совладать, как часто показывают в американских мистических фильмах ужаса. Разве мог бы такое допустить всесильный Господь? И еще мне пришлось сказать несколько слов по тому поводу, как эта актриса объясняла одной поэтессе. А инквизиция, крестовые походы, Бог не в ответе за грехи людей, не надо путать. Это люди в ответе за свои грехи перед Богом. Бог не всегда имеет отношение к религии. Бог и отношение с Ним – это вера. Да, злодеяния церкви были. Да, было две мировые войны. Но в данном случае это работа не Бога, а дьявола. Дьявол может работать даже через церковь и даже через верующих, если не это допустит, потому что теоретически каждый человек способен на зло. Более того, у дьявола есть право, которому передали люди творить зло. Если точнее, люди правы Бога творить в мире и добро, передали дьяволу, чтобы он делал то, что считает нужным, а он считает нужным творить зло и успешно творит. Кстати, вне зависимости от того, верите вы в него или нет, если вы в него не верите, он будет просто счастлив. А Бог не может помочь человеку против воли этого человека, в отличие от дьявола. Он джентльмен. Он стоит у двери вашей жизни и стучит. У этой двери ручка только с вашей стороны. И Бог войти в вашу жизнь только может в том случае, если вы ему откроете. Но дальше она где-то пишет ему, что ждите Бога, Он придет к вам. Но мне стало жалко эту поэтессу, что она должна сидеть и ждать, придет он или не придет. А она, в общем-то, такая больше атеистка, чем верующая. Ну как атеисту ждать прихода Бога? Это одно уныние. Она думает, он не придет никогда, жизнь печальная. И поэтому я ей как бы написал, что нет-нет, не надо ждать Бога. Бог внутри вас. Не волнуйтесь. Бог всегда с нами, и вообще весь мир пронизан им. Я не согласен с этой мрачной картиной, что Бог не войдет, если дверь заперта. Бог всесилен, и Он всегда с нами и внутри нас. Но Он дает нам право выбора. И если мы делаем ошибку, то это не Его вина, а наша. Но если мы прислушаемся к себе поглубже и повнимательнее, то мы всегда можем ощутить истинный путь. Мало того, что Бог всегда с нами, вообще весь мир пронизан им. Даже одуванчик своим устройством вселяет в нас божественные силы добра и любви. Таковы свойства божественного мира. Но их можно затоптать, если крутиться, как белка в колесе, что некогда прислушаться к ощущениям истины божественной внутри нас. Так что не ждите, когда Он придет. Не ждите. Он всегда с вами, Катя. И не важно, верите вы в Него или нет. Главное, чтобы вы верили в любовь и добро, так как это его основная субстанция и основа его мира. Я хотел бы еще добавить несколько слов по поводу того, что я пропустил нечаянно. Ну, это актриса Екатерина Евтуха мне написала. Дорогой Юрий, я просто не хочу вести теологических споров. Вы уже знаете, я создана для другого. Не насилуйте, пожалуйста, мою природу, вынуждая обосновывать мою точку зрения дополнительно. Я тоже могу сказать, что написанное мной это очень вольный пересказ Библии. А то, о чем вы меня спрашиваете, написано в книге Бытие. Мне было очень важно, если бы вы написали мне ваши впечатления о нашем аудиоспектакле. Ведь вы любите этот жанр. Для меня это моя первая актерская работа, которую я вынесла в интернет. И для меня это очень волнительно, тем более, что это мой первый в жизни аудиоспектакль. Потому что давайте не станем говорить о том, существует ли зло, а будем побеждать его добром и любовью, кто как умеет, если зло существует, конечно. Ну, зло, конечно, существует, но, конечно, не в виде дьявола, а в виде человеческих ошибок. По этому поводу я и написал. Читать лучше всего Евангелие и то, умытая, нахожу его профессиональные интересы, в притче о талантах я сомневаюсь. Библию церковники, книжники и фарисеи хорошо знали, да неверно понимали, и Христа повели на казнь. Что уж нам понять в ней? Он специально пришел, чтобы дать для ясности новый завет. Помимо Библии. Вы созданы для другого, «Но из ваших чистейших уст я увидел огромную проповедь царствующего сатаны. И мне стало и вас жаль, что вы зря мучаетесь, обитая мысленно в выдуманных страхах». И жаль читателей, которые тоже повергнутся в этот мир уныния, страха и безнадежности. Но разве можно равнодушно вас, такой, как я вас знаю, оставить в покое в этом мире? Ну, можете не отвечать мне, если не хотите. Мне главное было вам сказать, что мир божественно прекрасен, если бы не человеческие ошибки. Мир божественно прекрасен и только. Субтитры создавал DimaTorzok